Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью». О реализации в Тобольске федерального проекта «Мы предприниматели» мы поговорим сегодня с Константином Константиновым, председателем местного отделения общественной организации «Опора России». Но давайте расскажем для начала, что же это такое экосистема «Мы предприниматели» и, собственно, зачем она нужна. Система на самом деле – это уникальный продукт, продукт, разработанный предпринимателями для предпринимателей. Это федеральный проект, основная миссия которого – собрать предпринимателей, всех предпринимателей местных, региональных, федеральных на одной площадке, для того, чтобы каждый мог пообщаться с любым предпринимателем, найти коллег, может быть, наставников, поделиться своими идеями. Площадка состоит из нескольких элементов. Это рейтинг, где выделяются лучшие. Это медиаплощадка, на которой мы освещаем предпринимателей. Это может быть видео, это могут быть интервью. Это бизнес, там, где мы рассказываем и знакомимся с крупными предпринимателями. Это площадка обучения, в рамках которой проводятся различные обучения для предпринимателей. Это площадка для студентов, наших будущих предпринимателей. Площадка инвестиционная, где встречаются проекты и инвесторы. Ну и уникальность, наверное, экосистемы в том, что она может подстраиваться под каждый регион, в который заходит, под свои цели и задачи. Проект на самом деле уникальный, потому что нет проекта, где бы мы видели предпринимателей активных, социально активных в одном месте. Он недавно начал воплощаться в жизнь или недавно пришел в наш регион именно? Этот проект был разработан нашими коллегами из Тюмени. Да, да, да. В Тюмени он и опробировался. В Тобольске мы его запустили в конце ноября. И сейчас как бы вот проходит первый этап проекта. То есть это такой сайт, где можно всем встретиться, друг друга узнать и так далее. А вот на сегодняшний день до этого какая-то альтернатива существовала? То есть где объединяете вы всех тобольских предпринимателей? Сколько у нас на сегодняшний день бизнесменов, скажем, в городе? Ну, если говорить про площадки, которые могли объединять предпринимателей, наверное, да, это всем известные соцсети и общественные организации. То есть в рамках каких-то организаций есть группы, куда входят предприниматели, конечно. Там предприниматели общаются. А так, чтобы была какая-то вот единая площадка, где будут все предприниматели. Какой-то базы. Да, такой базы как бы не было, да. Если брать во внимание современный мир, то есть мы живем в век информационных технологий, которые бурно развиваются. И культ личности сейчас, он как бы впереди всего, наверное, да. То странно, что такая площадка не появилась раньше. И мы очень рады, что она наконец-таки появилась. И я думаю, что она очень повлияет на развитие каждого из предпринимателей, особенно молодых. Те, которые впервые входят в бизнес. Ну, вот сейчас уже проект запущен. Наверняка вы мониторите интерес. Насколько интересно тобольским предпринимателям вообще стать участниками этого проекта? Потому что, ну, в принципе, зачем им федеральный уровень? Вот они работают себе в масштабах города, там что-то продают, что-то производят. Может быть, им и не нужно этого всего. Тут надо на две части, наверное, разделить, да. Как наши предприниматели вообще отреагировали? Мы на самом деле прошли несколько уровней отрицания. От того, что мы спам, непонятно для чего нужно. И вот сейчас очень много предпринимателей вдохновились этим проектом. То есть записывают сторисы, раскачались. Да, когда увидели, что этот проект делается именно для них бесплатно. Бесплатно мы размещаем их анкеты, рассказываем про них, снимаем ролики про самых интересных предпринимателей. Наверное, неправильно сказать, что самых интересных. Те, кто хочет, чтобы их увидели, благодаря вот тем лайкам, рейтингам, которые сейчас есть, они выделяются. И мы снимаем про них ролики. И это интересно узнать про предпринимателей, про героев нашего времени. Потому что действительно последний год показал, он был в сложной пандемии. И предприниматели на самом деле герои, мы их должны знать. У нас не стало меньше, кстати, предпринимателей за последний год? Вот этот тяжелый, тревожный. Да, кто-то закрывается. Это я бы сказал так, что это было во все времена. У нас порядка скольких? Больше трех тысяч предпринимателей. И да, если мы скажем, а как же нам посмотреть, где все эти предприниматели? Как раз-таки вот наша площадка и направлена на то, что мы можем там познакомиться. Когда она будет наполнена, конечно, это будет колоссальный инструмент для развития. Насколько я понимаю, не только познакомиться, но и выбрать лучших, можно сказать. То есть вот о рейтингах вы упомянули, знаю, что есть рейтинг топ-50 выдающихся молодых предпринимателей Тобольска. Вот расскажите о нем чуть подробнее, как он вообще организован. Как раз-таки рейтинг топ-50 молодых выдающихся предпринимателей города Тобольска – это и есть первый этап проекта «Мы предприниматели». Проект направлен на то, чтобы мы как раз познакомились с нашими молодыми предпринимателями, показали, кто из них самый активный, социально активный, развивается. Получается, сейчас мы собираем… То есть сейчас идет этап сбора анкет. Мы его продлили до 30 января этого года. Потому что желающие пошли. Потому что желающие пошли. Как раз вот раскачались. Да, 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 как раз раскачались. И после этого будет две недели работы экспертного совета. Я на этом хочу акцентировать внимание, потому что задавали вопросы. Неужели рейтинг оценивается по голосованию в интернете, на портале? Нет. Рейтинг на портале – это социальная активность ваших друзей, коллег и так далее. Это тоже хорошо. То есть мы каждую неделю подводим топ-5 предпринимателей, самых активных, за кого голосуют. Это классно, потому что все видят посещение сайта сейчас на данный момент более 12 тысяч за два месяца. Это не считая соцсетей. То есть у нас есть еще группа ВКонтакте и в Инстаграме. Для Тобольска, я считаю, это колоссальный результат. Возвращаясь к оценке. То есть оценку будут производить экспертный совет. В экспертный совет мы попытались собрать именно тех людей, от которых так или иначе зависит развитие бизнеса и предпринимательства в городе Тобольске. С экспертным советом можно познакомиться точно так же на нашем портале, на вкладке экспертного совета. И итогом будет подведение, большое мероприятие, где мы будем награждать наших героев, наших предпринимателей. И топ-10 выдающихся молодых предпринимателей попадут в федеральный рейтинг. Вы спрашивали, не все предприниматели хотят, может быть, нужно ли это развитие. Тут интересный момент. Каждый человек, который идет в предпринимательство, он априори уже хочет быть лучшим. Он хочет что-то создавать, созерцать. И много предпринимателей, сами того не понимая, раскручивая свой бизнес, понимают, что они могут масштабироваться. Мы должны дать им эту возможность, как раз таки эта площадка направлена на возможность их масштабирования. Потому что, даже можно наш ролик посмотреть, мы предприниматели, там как раз рассказывается про ДОДО, пиццу, про Вайлборис. То есть, те предприниматели, которые масштабировали со своих квартир, почему мы не можем предполагать, что у нас в Тобольске могут быть такие предприниматели. У нас много классных проектов, много классных идей. Поэтому нужно давать возможность нашим предпринимателям развиваться не только на местном уровне, но и на региональном, на федеральном. Давая возможность познакомиться с такими же предпринимателями, с этих сфер, благодаря нашей экосистеме, у них будет возможность это сделать. Понятно, что все возможно. Да, причем для того, чтобы написать предпринимателю с этой же сферы, но более успешному, там в Екатеринбурге, в Москве, достаточно будет зайти в нашу экосистему, найти его, зайти в анкету, зайти в контакт и написать. Все. Все просто и удобно. Все доступно. Но все-таки, вот по каким параметрам будут оценивать? Вот оценивается, я не знаю, там, уровень прибыли, допустим, количество там сотрудников, рабочих мест, вот что вот. Именно по этим параметрам и оценивается. То есть мы, когда подходит этап оценки, мы запрашиваем дополнительные данные у наших предпринимателей, об их оборотах, о количестве сотрудников, которые работают, о социальной активности, какие проекты делались для города, для развития предпринимательства и так далее. Топ-50 молодых предпринимателей с этим понятно. А что делать тем, кто, к сожалению, уже из молодого возраста вышел, перевалил за 35, что делать этим людям? Да. Предприниматели, знакомясь с рейтингом, не раз задавали этот вопрос. Я могу ответить так. Проект, он не разовый. Он не на месяц, не на два. Мы планируем, что этот проект будет постоянно. И в том числе в рамках этого проекта будут проходить мини-рейтинги, рейтинги направлений. Сейчас мы планируем разработать систему оценки предпринимательской деятельности по направлениям. И там не будет ограничения возрастного. Но не просто оценки, выявление каких-то проблемных зон у предпринимателей. И отработки с каждым предпринимателем именно его проблемы. Решением именно его проблемы. То есть не общей, а именно конкретного предпринимателя. И чтобы к следующему рейтингу, к следующей оценке в своей области он был лучше. И туда, конечно, войдут уже все предприниматели того или иного направления. А направлений у нас много, поэтому и ресторанный бизнес, и автобизнес, и торговля, и услуги. Поэтому работы в рамках проекта очень много. Перспектив очень много. Возникает такой резонный вопрос. Это понятно, зачем это все нужно предпринимателям, мы обсуждаем. Зачем это нужно табелякам, горожанам, потребителям услуг? То есть что даст этот рейтинг нам? То есть это какая-то вот как знак качества, что-то подобное может быть? В том числе. И вот как раз-таки для простого обывателя очень важно, чтобы мы повысили сервис в городе Тобольске. Понимая, что Тобольск это все-таки город по направлению туристической деятельности. Сервис, он стоит в наиболее приоритетном, скажем, развитии. И проект направлен на развитие сервиса, на развитие тех ниш, которые плохо развиты в Тобольске. Допустим, как пример, клининговые услуги, которые необходимы, но которых так мало. И этот проект тоже направлен на решение вот этих вот вопросов. Поэтому для горожан и горожане в первую очередь должны быть заинтересованы, чтобы этот проект жил, развивался, и предприниматели наши развивались, и сервис развивался в нашем городе. Ну мы сможем увидеть, скажем, приходя в тот или иной магазин там или офис, вот какую-то, не знаю, наклейку там, что вот этот предприниматель в ТОПе, он молодец, у него все классно по качеству. Что касается рейтинга ТОП 50 молодых выдающихся предпринимателей, однозначно, это же будут дипломы. А я напоминаю, что у нас в гостях был Константин Константинов, председатель местного отделения общественной организации «Опора России». А у меня на этом все. Всего доброго.